С первыми теплыми деньками наши дети все больше проводят времени на улице. Какие опасности здесь могут подстерегать наших чат? С первыми, да, теплыми деньками дети больше выходят на улицу. Ну, что их может подстерегать? Это и дорожно-транспортное происшествие. Дети наши пересаживаются на велосипеды и могут просто стать жертвами дорожно-транспортных происшествий. Это и дворовые площадки, они там пытаются заниматься и спортом, и все. И если они находятся в ненадлежащем каком-то состоянии, то тоже ребенок может травмироваться. Это и какие-то заброшенные здания, и сооружения, куда детки наши тоже могут полезть. И водоемы. Стало тепло, естественно, они сразу куда? К воде. Интересно поплавать. Зная ситуацию изнутри, оперируя статистикой, какой совет может тебе дать по поводу нахождения детей без родителей? На какой срок? С какого возраста? Что советуют специалисты? Вообще в законодательстве установлено время, когда дети до 16 лет не имеют права находиться вне дома без сопровождения родителей, без сопровождения взрослых. Это с 23 часов до 6 часов утра. Но, скажем так, что если это ребенок вообще детсадовского возраста, то отпускать его одного на улицу нелогично. Просто даже для того, чтобы этот ребенок остался жив и здоров. Потому что неизвестно, что будет делать этот ребенок, находясь один на улице. Дети уже младшего школьного возраста, да, их родители отпускают, но все-таки здравый смысл должен быть какой-то. И они не должны находиться в темное время суток одни на улице. Ночное время суток несет опасность не только, наверное, для самих детей, когда они могут стать и жертвами каких-то преступлений. Но и сами дети, по статистике, 36% преступлений совершены именно в ночное время. То есть возникает вопрос, знали ли родители, где находятся их дети в это время? Конечно, да. Родители порой ложатся спать и забывают о том, что ребенок твой не пришел домой. Спокойно ложатся спать. Да, спокойно ложатся спать. Вот тут повод тоже, да, и для работы специалистов. А потом, когда звонят работники милиции в дверь, выясняется, что ребенок-то и не дома. Двигаемся дальше. Строительные площадки и заброшенные территории, какую опасность стоят в себе? Я знаю, что прокуратура области мониторит ситуацию. Надеюсь, таких объектов и территорий становится все меньше. Да, на постоянном контроле прокуратуры области уже несколько лет находятся эти заброшенные здания, недостроенные здания. Постоянно контролируется, потому что это является причиной травмирования и порой гибели детей. Мы все знаем пример печальный, который произошел в Могилевской области, когда дети залезли в недостроенный дом и их просто придавило там плитой. И два малолетних ребенка погибли. У нас в Гомеле тоже имеются такие примеры, когда дети гуляли на недостроенном здании областной больницы, и девочка упала с перекрытия четвертого этажа. У нее были серьезные травмы, но в данном случае девочке повезло, она осталась жива. После этого приняты все меры для того, чтобы не допустить детей на данный недостроенный объект. Но очень много остается еще объектов заброшенных, которые разрушились. Двери, окна и сама надпись «Помещение опасно» или «Вход запрещен» абсолютно не останавливает детей. Поэтому вносятся различные акты прокурорского надзора для того, чтобы оградить вообще полностью доступ в эти помещения. Забиваются окна, двери, огораживаются для того, чтобы действительно ребенок, подойдя, препятствие было у него на пути, и он туда не зашел. В этой связи не менее серьезные контроли за состоянием дворовых территорий и игровых площадок? Конечно, потому что они тоже несут определенную опасность для детей. Если это горка, которая тоже выходит с острыми углами на краях, куда ребенок съезжает и может просто порезаться, либо там имеются такие пробелы, куда у детей заскакивают ручки, ножки, и поэтому всегда на это обращается внимание. Либо это вообще не укрепленные качели, как вот было буквально недавно, когда девочка не посмотрела, что качель не укреплена и была очень серьезно травмирована. Что бы вы посоветовали в завершении интервью бдительным родителям, если обращение в ЖУ не приносит результата? Если обращение в ЖУ не приносит результата, они могут обратиться и к нам. Тогда, я думаю, что все-таки уже жилищно-коммунальные службы посмотрят на эту ситуацию совсем по-другому. Пусть все-таки добрых историй будет больше. Спасибо большое, Ольга Александровна, за это интервью. Успехов в делах. До встречи в эфире. До свидания.